Ну, в общем, сегодня последняя лекция, слава богу, я тут долго переносил все это, не то чтобы мне было лень, я просто не успевал, и сегодня я, собственно, тоже не очень много успел, так что расскажу по верхам. Успеть я, на самом деле, хотел OpenStack-овский компонент оркестрации, и, в общем, я пока так и не нашел никакого вменяемого примера, как его используют в промышленных условиях, а те примеры, которые находятся в сети настолько тривиальны, что их и показывать как-то стыдно. Соответственно, да, на самом деле, я решил смешать вообще все четыре пропущенные лекции в одну, одну из них я не успел втолкнуть, но остановились мы на том, что, в общем, умеем мы теперь с помощью консольных клиентов, IP, чего угодно поднимать себе инстансы, создавать сети, моднейшим образом выделять устройство, ну, делать-то что с этим всем? Ведь если у вас есть какой-нибудь супер-сайтик, который вы хотите показывать тысячам людей, этого как бы недостаточно, потому что, очевидно, проблемы ровно те же самые, как если бы у вас были самые обычные машины, и нужно этим всем делом как-то управлять. Собственно, всякие чуваки с большими бородами доверяют только бэшу и обычно в таких случаях обходятся некоторыми заготовками, мол, я вот себе подготовил скрипт, который заворачивает все необходимое одним скриптом, запускают это все, и оно как бы работает, но на самом деле тут много-много проблем. Собственно, первое и, ну да, в общем, обычно все это действительно просто. Берем машину, настраиваем ее, ставим все, что нам надо, закидываем необходимые конфиги, ключи, ставим всякие там fail-to-bany, чтобы никто не пытался взломать то, что мы там делаем, после чего запускаем, прописываем в автозагрузку и, привет, сохраняем этот образ, поскольку это виртуальная машина, тут как раз немного проще. После чего говорим, что вот как только ко мне попрут люди, я просто руками добавлю еще одну там запись в DNS, ну, в общем, запись для DNS, чтобы оно там разруливалось в течение там пары часов, оно распространится, и у остается на одну машину больше, которая будет что-нибудь отдавать. В общем, в принципе, нормальный подход, особенно если не хочется ничему новому учиться, и все, что нужно, вы уже умеете. В целом, зачем время тратить? Но возникает достаточно много всяких сложностей. Сложности возникают в тот момент, когда вам нужно поднимать все не на одной тачке, а на нескольких, и эти тачки между собой начинают разговаривать. Мы с моими коллегами решали достаточно много уже задачек, когда нужно поднимать всякие взаимосвязи, и на скриптах это держится очень плохо, потому что… Рассказал на скриптах ведь, да? Я тоже. Подумаю немного вдыху. Но, в общем, работает это очень плохо, потому что нужно сначала запустить это все, потом посмотреть, у кого какие IP-шники, прописывать всякие динамические параметры типа того, что я на этапе запуска еще не знаю, где оно поднимется, я не знаю, сколько мне достанется дисков, могу ли я себе подцепить дополнительный, в какой сети я вообще окажусь, может быть, это какая-нибудь внутренняя сеть, а мне нужна во внешнюю. Но, в общем, это все отслеживать очень сложно, потому что, ну, допустим, вы даже привыкли к какой-то инфраструктуре, которую вы постоянно используете, и вдруг внезапно приходит какой-нибудь там условный заказчик и говорит, а повторите все то же самое у меня. И тут оказывается, что чувак сидит, на самом деле, в Ирландии, доступ туда через очень странные вещи производится, железки вроде бы и те же, а вроде как они используют коммерческий архел, и как бы ваши там даже центасевые скрипты там не заработают. Ну и, в общем, все становится достаточно стрёмно. Это пример уже не из облачных, на самом деле, штук, а из вполне себе физических. Ну и при этом вы не знаете, что там да как. Как-то это нужно обходить. Соответственно, в этот момент самое логичное, что можно использовать — это либо какие-нибудь шаблоны, но с шаблонами все глухо на самом деле, потому что, ну, грубо говоря, сейчас самый эффективный способ использовать какие-то шаблонные штуки — это создавать контейнеры. И так тоже делают, но контейнерам не очень много веры, потому что они слишком часто меняются из-за того, что там добавляется слишком много фич. Но и проблемы всяких динамических параметров никуда не исчезают, если использовать контейнеры. То есть там есть кое-какие средства эти проблемы решать, но они довольно сложные, их очень тяжело использовать. Ну и, в общем, ничего приятного. Но давным-давно, собственно, целую вечность назад появилась такая штука, как Puppet, и идея была и есть достаточно простая — давайте держать сервер специальный, который будет управлять всем множеством машин, которые нам нужны. А на все машины, которые нам доступны, мы поставим специального агента, который будет говорить этому серверу, мол, я загружен на столько-то процентов, у меня столько-то свободной памяти, у меня есть вот эти диски, у меня вот такие-то пользователи есть, вот такой вот у меня файл sudoers, хочешь нас — забери мои логи и так далее. И, собственно, во всех этих системах используется так называемые DSL — Domain Specific Languages, которые описывают системные объекты специальным языком. язык довольно банальный человек, читаемый и вообще в целом рассчитан на то, что человек может просто прочитать, что там написано, не вникая в синтаксис и понять, что там происходит. В общем, идея очень простая и уж точно выигрывает у всяких бэшей, где тип скобок, который вы ставите, очень сильно влияет на то, что там внутри происходит. Очень часто я ошибаюсь, например, на этом. Ну или тип кавычек еще круче. Соответственно, но минус вот этих ранних систем в том, что они, во-первых, работают на рубе, сейчас это уже не проблема, а тогда вообще-то было проблемой, потому что установить рубе на какую-нибудь нестандартную систему — это тот еще трюк в те времена был. Сейчас, я думаю, что с этим как-то попроще стало, потому что они все говорят, что они теперь еще и под виндой работают. Но второй момент — это агентские приложения. Там очень как-то, не знаю, сложно верить чувакам, которые с вас берут деньги за количество машин, которые вы поднимаете, что они никак не используют ваши данные в этих агентах, потому что как только выцепляли 11-ю ноду в качестве, собственно, управляемой, каким-то загадочным образом чеф об этом узнавал. И это как-то навевает кое-какие подозрения, что, может быть, они не только это пересылают на свои серверы. Ну да и, кроме того, это полностью исключает использование свежих образов. То есть вы захотели попробовать там то же самое на какой-нибудь Centasi вместо Ubuntu, ну и все, надо как бы опять создавать виртуалку, ставить туда этот агент, снапшотить ее, выключать, создавать новый инстанс, и дальше она уже начнет работать. Ну это как-то, не знаю, криво. Собственно, в 2011 году нашлись люди, которые поняли, как это легко обойти, и написали более-менее то же самое, но на Python. И идея у Ansible и у Solta более-менее одинаковая. Они используют в качестве агентского соединения SSH, единственное, что вам нужно, это закидывать свои публичные ключи на управляемые узлы, чтобы они могли залогиниться без пароля. В целом там даже это не совсем обязательно, там можно логиниться по паролю, просто это очень не рекомендуется. Ну, потому что ваш пароль будет держаться в памяти несколько секунд, пока он его не отошлет туда, пока будет происходить первичное подключение. Ну, в общем, схема такая, что эти две системы подключаются к узлу, закидывают туда, ну, собственно, питоновские файлы с правильной структурой, зависимостями и всем остальным, и начинают исполнять это все. В общем, на винде я ни одну из этих систем не пробовал, потому что не очень интересно, но думаю, там тоже разницы никакой. Единственное, что обязательно должен быть установлен питон и SSH-сервер. С питоном, в общем, во всех никсовых дистрибутивах все в порядке, он, по-моему, вообще везде стоит. С SSH не везде, но все клауд-имиджи, естественно, подразумевают наличие SSH, потому что все облачные системы на этом работают. Собственно, с Solt я общался очень мало, просто читал документацию и сравнивал. Как я уже сказал, они с ANSIBLE очень похожи, ANSIBLE чуть-чуть поновее. Ну и, в общем, если понять, как работает любая из этих систем, с остальными обычных проблем не возникает. Собственно, в ANSIBLE вводится некоторое количество понятий, которые вы можете видеть на этом слайде. Идея такая, что прежде всего они отделяют логику исполнения от того, на чем это все будет исполняться, и все эти системы реализуют как раз модули сбора фактов о системе. То есть запускается специальный питоновский, опять же, в данном случае скрипт, который опрашивает вообще все, что можно только вытянуть. То есть, если посмотреть на то, что он выплюнет в чистом виде, там получится экранов 10 джессона, в котором зашито вообще все, вплоть до того, там, не знаю, какие последние 10 юзеров логинились в эту систему. И сделано это все достаточно удобно, логично, там по самому этому файлу очень легко догадаться, что там происходит, и очень легко искать то, что нужно. Соответственно, плейбуки — это сценарии, которые используют некоторые готовые рецепты. Дальнейшие уровни разделения нужны просто для того, чтобы можно было вести большие проекты, и я там покажу пример небольшой, будет понятно, почему не стоит пихать все в одно место. Кроме того, и у Salt, и у Ansible есть некая API, которую мы использовали. Сейчас вот вышла новая мажорная версия месяц назад, мы ее еще толком не попробовали, но там, скорее всего, что-то изменилось. Но иногда это тоже требуется, но редко. Собственно, здесь идея такая, что каждый ваш сценарий, на самом деле, проходит по группе хостов, которые вы указали в сценарии, и делает на них одно и то же. Вы можете делить как раз хосты на группы, и в специальном файле KeyInventory вы указываете, какие физические машины, и как до них достучаться, входят в те или иные группы. Более того, это очень хорошо позволяет смешивать решения. То есть вы, например, обладаете десятком ролей, и вы на этапе проектирования еще не знаете, на самом деле, сколько машин у вас будет. Но роли не пересекаются по ресурсам, которые они используют. Ну, по портам, например. И, собственно, в конечном счете, если вам достанется одна машина, вы сможете закинуть все эти десять ролей на одну машину. Если вдруг вам достанется, условно, двадцать, вы сможете закинуть по две роли на каждую. Собственно, про сильные стороны я уже все сказал. Кроме того, что у Ansible есть отдельный проект, который называется Galaxy, очень легко нагуглить, и там люди делятся ради славы, почета и для того, чтобы почесать собственное тщеславие, рецептами всяких штук, которые они сделали. Вот меня очень, например, порадовал какой-то чувак пару лет назад, который сам собрал бету Redis Cluster, который еще даже не выходил ни разу, и представил в виде Ansible Playbook, после чего можно было просто вбить адреса машин, на которых вы хотите это попробовать, и внезапно оно запускалось, никаких сборок, никакой фигни. Но, в общем, с другой стороны, в основном то, что туда выкладывают, это помойка, потому что никому это не надо, там, условно, очень большой коэффициент дублирования, потому что люди не смотрят туда заранее, что там есть на самом деле. То есть иногда это полезно для всяких распространенных вещей, типа, я не знаю, хочу роль, которую устанавливает и настраивает пасгресс, это есть. Если вы хотите что-нибудь специфическое, типа, хочу там Spark Cluster на OpenStake, этого там нет. Я это печально, конечно. Но, может быть, скоро будет. Соответственно, минусы. Тут, на самом деле, был еще один пункт, но его вроде как починили во второй версии, как раз свежевышедший, поэтому я это вырезал. Но есть вещи, которые реально бесят, потому что Ansible, вообще говоря, на питоне. Более того, внутри шаблонов... Ну да, собственно, я забыл упомянуть, что вторая сильная сторона всего этого дела – это то, что поддерживаются движки шаблонов. То есть вы можете создать специальные условно-текстовые файлы, туда вставить некоторые конструкции, которые будут подставляться на лету, когда вы исполняете, собственно, ваш сценарий. То есть вы на момент запуска еще не знаете, какой адрес выпишется вашей виртуальной машине, но после того, как этот шаг прошел, это можно запомнить в переменную. Эта переменная протянется через десять ролей и в десятой роли подставится в нужный шаблон, что я вот слушаю вот этот адрес. То есть много полезных вещей. Или можно, например, запихать все узлы, входящие в такую группу, вот их айпишники. Тоже очень легко. Но удивительное дело, в этих шаблонах можно исполнять питоновский код практически в чистом виде, а в самих ролях нет даже поддержки нормальных циклов. И это очень обескураживает, потому что я долгое время думал, что это какое-то недоразумение. Но нет, их действительно там просто нет. То есть они есть, но в очень ограниченном виде. То есть вы можете итерироваться по некоторому заранее определенному списку, вы можете сделать вложенный цикл, который покроет собственно все комбинации. Но в целом на этом более-менее все. Потому что сложные условия нужно там программировать в таком ассемблерном стиле типа break, go to и так далее. Ну то есть там не так это пишется, конечно, но единственный способ обойти примерно такой или использовать IP. Соответственно. Ну и да, и IP у них так себе было в версии 1.8. Сейчас не знаю. Фактически, чтобы написать программу, которая использует IP, нужно было посмотреть на реализацию их же собственной командной строки. У них есть типа клиент для командной строки. И выдернуть оттуда нужные куски, потому что переписывать лень, а с другой стороны выдернуть как библиотеку это тоже нельзя. Ну, собственно, и теперь примеры. Вот это достаточно, я выдернул специально сложный inventory. Потому что в базовом случае inventory выглядит вот примерно так. так. Вы пишете хостнеймы, которые вы заранее знаете, типа и пишет, ну я не знаю, с первого по шестой. Все, пошел. Логиниться там стандартным юзером. Но иногда нужно прописывать всякие динамические переменные, которые подсасываются потом. Вот здесь, например, эти хосты мы используем для того, чтобы на них поднимать докер-контейнеры, например, один к одному. Поэтому, когда они поднимаются, мы получаем их, собственно, адреса, руками записывая вот эту переменную на самом деле. И когда происходит исполнение сценариев для вот этой группы хостов, естественно, нужно следить, чтобы это происходило после первой, у вас будет уже как раз место, куда можно подконнектиться к вашим свежесозданным контейнерам. Но это, в общем, на самом деле, вот такое очень редко используется. То есть почти никогда не надо. Более того, в этом втором ансибле появилась директива added host, и там можно напрямую получать из всяких там OpenStack'ов и Amazon'ов айдишники, адреса и все остальное из инстансов, которые только что созданы. То есть это здесь как раз был workaround, когда мы руками управляли созданием контейнеров. Но в целом сейчас с этим сильно все упростилось. Ну и да, там бывают еще всякие прикольные ускоряющие штуки. Например, если вы знаете, что машина локальная, вы можете не коннектиться сами к себе по SSH, можете вот так делать. Я тут еще один странный баг обнаружил как раз на втором ансибле, но может быть я просто неправильно использую что-то. Но у меня сейчас зародилось подозрение, что ансибл еще и не умеет дружить с virtual environment. это еще надо проверить. Но это автоматически значит, что если у какого-то из модуля ансибла есть явная зависимость на бинарный модуль, то есть там скомпиленный, он должен стоять в глобальном окружении. Это не очень удобно. Соответственно, вот так вот примерно выглядит где-то одна двадцатая файла с переменами, которые относились к нашему OpenTech-овскому облаку, который мы поднимали как раз при помощи ансибла. Здесь большая часть переменных не проставлена, потому что мы их не светим в сеть. Но, грубо говоря, чтобы поднять новое облако на похожем железе, нам достаточно просто было бы вбить новые адреса и запустить все заново. Вот так выглядит маленький кусочек роли, который устанавливает новую. Из исходников создание virtual окружения питоновское. Собственно, правильным образом это ставят. Ну и, короче, ничего суперсложного, но можете оценить сами, насколько легко это читается. Собственно, основные проблемы с ансиблом возникают, если неправильно эти модули организовывать. То есть, если у вас возникает позыв затолкать в сценарий больше двадцати строчек, почти наверняка вы делаете что-то не так. И это, скорее всего, нужно запихать в роли. Да, и, кстати, возможно, поэтому Роме и не понравилась эта штука. Потому что то, с чего он переделывал вот этот спарк последний, там было плохо написано и ничего не раскидано. Собственно, сценарий выглядит практически так же, но там есть вот такая вот магическая штука. файл должен начинаться с трех дефисов. И отличается оно тем, что здесь можно как раз именно в сценариях уже указывать, каким хостам нужно применять данные роли или локальные задания. здесь вот как раз проставляются кое-какие системные штуки, которые... Вот эта фигня, например, выглядела бы немного более трудновоспринимаемой, если бы я это писал на AVK или CD. А так пишет. Хочу заменить строчку в файле etc.sudoers. Вот найди строчку, которая начинается с Default Secure Path и поменяй его. Очень даже норм. Соответственно, здесь вот, например, вот так используется как раз в роли. Хочу поставить себе Pathgres из той версии, которая там по дефолту указана, и админским юзером будет Pathgres. Ну, в общем, реально, очень несложно и легко. Вот здесь мы конфиги заполняем. Ну, на самом деле, опять же, здесь сценарий чуть-чуть длиннее, но в данном случае всего там строчек на 10 еще больше, потому что здесь идейно большая штука. И вот так примерно выглядит прямо дерево проекта. Здесь я вырезал, на самом деле, большую часть. Но, в общем, это как раз пример очень правильной организации всего на свете. То есть под каждую изолированную роль вы создаете отдельную папочку в roles. В ней создаете таски, которые позволяют достигнуть этой роли. Можете там побить на куски. Там есть кое-какие соглашения на тему того, как чего раскидывать. И у вас на корневом уровне есть еще папка GroupWars, которую как раз нужно заполнять, чтобы проставлять всякие ваши логины, пароли, статические переменные для шаблонов. И есть множество самих сценариев, которые вы можете использовать. И, кроме прочего, у вас есть как раз файл Inventory, который по соглашению называется Hosts. Может лежать в проекте, может лежать где-нибудь в GTC. AnSyble Hosts. В общем, если AnSyble использовать в качестве кластерного SSH, то есть там вообще можно писать команду однострочки. Типа на все compute ноды, пожалуйста, вот останови новую. Я вот этим сейчас в последнее время постоянно пользуюсь. Ну, собственно, это можно писать в одну строку, и тогда очень удобно держать глобальный файл Hosts, который ни с чем не спутывается. Еще один очень крутой плюс AnSyble заключается в том, что если вам нужно что-то, чего он не умеет, прямо в проекте вы можете создать папочку modules и в ней закодить то, что вам надо. Вот, например, два года назад не было официальной поддержки докера. Вы видели, там я Inventory показывал, это как раз было для него. Какой-то чувак взял и написал этот модуль. Модуль — это один файл на самом деле, у которого есть main и есть специально названная функция, которая принимает три параметра. Ну и, в общем, мы его просто подкинули к нам в проект, и внезапно мы стали дружить с докером. При том, что AnSyble, казалось бы, из коробки этого не умеет. В случае с папетом и чехом все немного сложнее, потому что там нужно искать гемы и ставить их правильным образом в нужное рубе окружение. То есть здесь нет явной возможности что-то заредефейнить. Ну и, собственно, на этом я закончил рассказывать про оркестрацию. Нет, не закончил. На самом деле я хочу все-таки, во-первых, показать вот эту штуку. Как это на самом деле выглядит. Вот на самом деле дерево проекта выглядит вот так. Для каждого компонента у OpenStack есть как раз отдельная роль, которая так или иначе настраивается по отдельности. OpenStack в этом смысле хороший пример, потому что с одной стороны сами модули между собой более-менее независимы, а с другой стороны они очень зависимы, потому что в каждый компонент нужно прописывать конфигурацию Keystone, например. Ну, короче, довольно здоровая штука. И самое приятное, кажется, даже работает. Так вот, я отдельным образом хотел сказать, что это система оркестрации общего назначения. Они работают вообще с чем угодно. То есть можно даже собрать, не знаю, коробку, накидать туда три десятка REST-GRIP, и оно заведется. С другой стороны есть специализированные системы оркестрации. Как раз в облачных системах это HIT, и это амазоновская собственная система оркестрации. Они очень похожи. Смысл в том, что они позволяют делать не только то, что здесь, они позволяют еще откусывать ресурсы от облака. Там есть специальный язык описания, что хочу себе два диска с не меньше таких-то EOPS и так далее. И на самом деле я как раз хотел показать пример, как это использовать, но наткнулся только на банальные примеры типа вот этого. Или на банальные примеры типа того, что хочу четыре инстанса из вот такого-то волюма. Но это не очень интересно. Интереснее узнать другое. Если у вас там будет время, можете покопаться и попробовать найти и скинуть мне почту мою. Хочу найти пример, который будет взаимодействовать с текущим состоянием системы. То есть в теории вроде как эти системы умеют отслеживать, что вот у меня на протяжении 10 минут процессор был занят больше, чем на 71%, а памяти у меня осталось 5%. В этом случае я хочу поднять еще 10 таких же инстансов, как я. Вот если кто-нибудь такое найдет в открытом доступе, скиньте мне, пожалуйста. Потому что, ну, вроде как это для этого и надо. Потому что если они этого не умеют, то нафиг они вообще нужны. Так вот, как я уже сказал, я слил в одну кашу все лекции, кроме одной. Я не буду рассказывать про внутреннее устройство нейтрона, как организуются сети и так далее. Потому что, ну, на слух вы не поймете, а нарисовать я не успел. В общем, но остались ключевые вопросы. Как вы помните, курс посвящен непоследовательным вычислениям. И на первой лекции я говорил о том, что параллелизм, он, на самом деле, прежде всего в больших системах. О том, как данные распределять, а не о том, как параллельно считать. Потому что параллельно считать можно, а вот если у вас данные никак не бьются, то все становится очень плохо. Соответственно, ну, если у вас есть какое-нибудь облачное приложение, вы можете использовать вот эти классические подходы. Здесь есть кое-какая оговорка вот с вот этой штукой. Потому что, казалось бы, в облачных системах, во всяком случае в Амазоне, есть центральные сервисы, предоставляющие вам автоматически масштабирующиеся СУБД. Вроде как, в Амазоне она даже хорошо работает. Но они, конечно же, не рассказывают, как она работает, на чем она работает и вообще почему дано там у них существует. Но многие люди используют во всяких Амазонах именно это. Я не хочу уметь настраивать пасгресс, я хочу уметь класть данные в табличке или там ключи значения. Очень удобно, если нужно что-то достаточно несложное, что не требует прямого знания о том, что там за системное направление данными. Во всяких OpenStack'ах есть формально, как минимум, проект, который называется Trove, который поднимает на самом деле пасгресс. Для каждого проекта в OpenStack'е поднимается отдельная база данных. И там происходит кое-какое деление по name space, в зависимости от пользователя, который в этот проект входит. Но, короче, я подозреваю, что это еще года через два-три взлетит, потому что пасгресс не очень масштабируется пока что. Ну, по крайней мере, на запись. Поэтому непонятно, как это использовать, если у вас ресурсов действительно много. Так вот, чуть поподробнее об этих четырех подходах. Собственно, самое начало всего этого дела – это то, что как раз в том же OpenStack'е или Amazon'е называется блочными устройствами. Вы можете создать себе для долговременного хранения блочное устройство, которое неотличимо от жесткого диска, которое хостится где-то через сеть внутри инфраструктуры облака. В Amazon'е это называется EBS, в OpenStack'е за это отвечает Cinder. Собственно, идея очень простая. На хосте, на котором крутится ваша виртуальная машина, работает гипервизор. Гипервизор, в свою очередь, умеет разговаривать с всякими пакетами внутри системы. Гипервизор можно настроить таким образом, что он будет разговаривать с каким-нибудь о эсказе клиентом. Эсказе – это такой волшебный протокол, который появился как развитие идеи протокола эсказе, при помощи которого очень долгое время работали все серьезные жесткие диски. Известный вам SATA протокол является сужением сказе на самом деле. То есть настоящие сказе диски умеют чуть больше. Так вот, все эти сказе инструкции достаточно абстрактные зашили просто в протокол TCP IP и обеспечили некоторое количество предосторожности, которые позволяют данные не терять. Потому что через сеть ведь идет. Одно дело, когда по внутренней шине, если шина накрылась, то всему хана. Другое дело, когда вам, может быть, нужно это послать на другой конец земли, да так, чтобы еще и два битика не изменились. Понятно, что протоколы транспортного уровня тоже за этим следят, но перестраховка здесь совершенно не лишняя. Соответственно, во-первых, эсказе удивительным образом стоек. Если вдруг вы порвали кабели, вообще все, которые ведут к вашему дата-центру, на условно 40 минут, с системой ничего вообще не происходит. Она думает, что диск ей говорит, ну подожди еще чуть-чуть, не пиши ничего, подержи в кэше. То есть система остается активной, все, что не успело загэшироваться, нормально работает. Если вы попытаетесь прочесть какой-нибудь файл, у вас просто операционная система повесит, собственно, вас в sleep mode, где вы ждете отклика от подсистемы хранения. Можно настроить гидро таким образом, что таймаута не будет вообще никогда, например, и если у вас будут рвать кабель каждый день на два часа, машина будет прекрасно себя чувствовать, работать и вообще все будет зашибись. Что самое крутое, то же самое работает и с записью. Соответственно, второй момент заключается в том, что они научились, ну создатели Рискайза, научились защищаться мало того, что от того, что у вас порвали один кабель. Да, собственно, классическая организация, начинаю рисовать на доске. Это на самом деле очень полезная штука, потому что она совершенно незаменимая, и аналогов у нее всего парочка, но они локальные, то есть в пределах одного дата-центра. Эта штука может работать действительно через всю планету. Представьте себе, что у вас есть система хранения, которая как раз умеет отдавать себя по эскайзе. Обычно в системах, которые это делают, в серьезных, поддерживается так называемый финпровиженинг. Это когда от вот этого здоровенного массива откусываются, причем в достаточно ленивом режиме, необходимые куски, им автоматически назначаются идентификаторы. В эту терминологию я сейчас не полезу, потому что все равно не запомните, но можете почитать сами. В общем, нарезаются условно-логические диски. У каждого из них, во-первых, есть идентификатор глобальный, который никогда не должен ни с кем совпасть. А во-вторых, там генерируется, в зависимости от того, как вы все это дело настроили, либо аутентификация без пароля, то есть просто кто знает об этом адресе, тот его может подцепить. Либо аутентификация односторонняя, когда вы должны сказать этому серверу некий ключевой пароль, либо двусторонняя аутентификация. Мало того, что вы должны сначала сказать этому серверу пароль, пароль спросят, вы должны еще спросить пароль у сервера. А вдруг кто-то подменил ваше блочное устройство, назвал его так же и так далее. Так вот, идея такая, что у этой хранилки, у каждого этого идентификатора есть специальный суффикс, который говорит о том, как туда вообще попасть. И у вас есть, например, ваш сервер, который эти данные должен так или иначе забирать. Собственно, классическая схема мультипафа, так называемого, такова. У вас есть четыре интерфейса, два интерфейса идут в... Ну, собственно, нет, обычно это на двух рисуют. Когда четыре, это уже защита от поломок портов на контроллере. Соответственно, у вас есть два порта, есть два свеча. Эти два свеча, на самом деле, принадлежат разным сетям. Например, 192.168.1.24, а этот тоже самое, но 2.24. И у каждого из этих интерфейсов есть какой-нибудь адрес, например, 31.32. И у каждого порта на хранилке есть собственный адрес, например, 10.10 в соответствующих сетях. Так вот, изначально это нужно было просто для того, чтобы, если у вас порвется вот этот кабель, вы сохранили канал, ни один бейтик не потерялся, данные бы дошли. Более того, даже без задержек в большинстве случаев. Но в какой-то момент они сообразили, что это можно еще использовать в том случае, если у вас эти два разных порта обслуживаются разными контроллерами на самой хранилке. В этом случае у каждого контроллера есть собственный кэш на супер-батарейке, который никогда не теряется просто так. И вы можете через оба эти порта и читать, и записывать данные параллельно, согласно одной из стратегий. Стратегий четыре. Почитать про них можно отдельно, но по сути это в случайном порядке. Точнее, не в случайном, а каждые десять пакетов, ну, вы записываете двадцать пакетов одним батчем, десять пойдут сюда, десять сюда, они пронумерованы и попадут все куда надо. Вторая стратегия – это выбирать количество данных, которое отсылается по пути, в зависимости от того, насколько далеко здесь идти, то есть здесь меряется количество хопов до хранилки. Это актуально, если хранилка на самом деле где-нибудь в Америке, например, а вы здесь. И в зависимости от разницы времени отклика у вас там данные перераспределяются по каналам. Если один упадет, все равно ничего не пропадет. Третья стратегия – это failsafe. она полностью нацелена на то, что вы просто в один канал всегда плюете только что-то одно. Это нужно обычно, когда у вас здесь только один контроллер, и вы не можете получить никакого выигрыша по производительности от этого. Поэтому нет смысла заплевывать его с двух сторон, потому что вам все равно не сможете это все проглотить. И последняя стратегия из классических – это по длине очереди. Просто здесь выстраивается очередь на посылку, и автоматически раз в какой-то период времени она срезается, и последняя из этой очереди здесь перекидывается сюда, если здесь очередь больше. Вот мы сейчас вот эту стратегию везде используем, потому что она окажется самой честной. Так вот, да. Олег, под хранилкой имеется в виду, что там много дисков и… Да, собственно, под хранилкой я имею в виду решение класса SAN – Storage Area Network. Собственно, хранилки разные бывают. Бывают так называемые SAN – это когда у вас есть специальный сервер, который только это и умеет. В нем стоит 60 дисков, в каждом диске по 4 терабайта – это как у нас. И она как раз единственное, чем занимается – это откусывает от себя куски и отдает тем, кому надо. Контролирует там права доступа и вот это все. Существуют также хранилки класса DAS – это точно такие же полки, но вместо сетевых TCP IP интерфейсов там обычно стоит либо SAS, либо какая-нибудь хитрая оптика. Если это SAS, то эти железки подключаются напрямую в порты серверов и там тоже есть мультипав. То есть, грубо говоря, вот эта штука видна сервером как один гигантский жесткий диск и типа больше ничего. Там тоже можно нарезать очевидно разделы, но физически это как будто бы одна большая такая помойка. И обычно это решение внутристоечное, то есть вы, скорее всего, не можете выйти даже за пределы одного серверного шкафа, потому что, насколько я помню, предельная длина SAS кабеля – это метра три, и это очень при большом везении. Хотя фиг знает, я их видел-то не так много. И, собственно, да, есть исключения. Существует такой специальный протокол Fibro Channel, работает на оптике, трансиверах, и, в общем, очень похож на высокоскоростную интернет, но он как раз занимается тем, что отдаёт именно блочное устройство, и там вся оптимизация идёт на это. В этом случае это необязательно идёт, во-первых, напрямую, потому что существуют в Fibro Channel коммутаторы точно такие же, как сетевые, только не сетевые. А во-вторых, это может уже стоять в другой комнате, в том же дата-центре. Или вообще, на самом деле, далеко, потому что это оптика. И существуют решения, которые все вы, скорее всего, так или иначе щупали руками – это NASA. Это Network Touch Storage. Там вся логика в том, что большинство из таких железок умеют отдавать данные на уровне прикладной удалённой файловой системы. Я сейчас, кстати, об этом как раз расскажу. В последнее время, последние года три, разницы между Sun и NASA я, если честно, вообще не вижу. Потому что NASA умеет даже чуть-чуть больше. Там просто обычно делится, что Sun – это железка интерпрайзного уровня, там, где адские сотни терабейт. А NASA – это такие домашние железочки для торрентов, фильмов и всего такого. Но по функциональности NASA, например, от Synology выигрывают у санов. Они умеют то же самое с IceCase. Мы используем обычный NASA для нашего второго облака и работают ничуть не хуже, на самом деле. И в нём я хотя бы не сомневаюсь, потому что работает уже, сколько, три года и отлично себя чувствует. Так, погнали дальше. А, нет, последний момент – это то, что IceCase ещё обладает суперфичей, которая свойственна, на самом деле, дорогим всяким RAID-контроллерам. Вообще говоря, сетевые карты на серверах отличаются от домашних прежде всего тем, как обрабатываются приходящие данные. То есть вроде как у них форм-фактор одинаковый – это обычный PCI-Express, если он в матери, он просто распаян на нужные каналы. Но в практически всех серверных сетевых картах есть поддержка аппаратного расшифровывания протокола IceCase, которое выражается в том, что ваш процессор не занимается обработкой трафика. Если у вас обычная сетевая карта, обычно у вас приходит пакет какой-нибудь, возникает прерывание, но не один пакет на самом деле, там обычно какой-то буфер копится. У вас вызывается прерывание на процессоре, процессор отвлекается, начинает обрабатывать эти данные, после чего переключается на то, чем занимался до этого. Так вот на серверных сетевых картах есть специальные процессоры, которые буквально читают, что там было в этом IceCase пакете, вынимают его из, собственно, инкапсулирующей этой всей фигни, достают оттуда данные и говорят «на, процессор, я тебе покушать принес». И дальше все там так или иначе работает. Собственно, вторая штука в плане распределения данных в облаках – это, конечно же, облачное хранилище, потому что штука совершенно тривиальная, очень легко пользоваться, данные распределяются сами собой, и про это я рассказывал, когда рассказывал про OpenStack. Здесь, в общем, ничего особенного знать не надо, кроме того, что для того, чтобы с этой штукой что-то делать, файлы, очевидно, надо скачивать. В том же IceCase вся работа с данными происходит на удаленной стороне. То есть вы, по сути, сообщаете своими инструкциями, мол, возьми, пожалуйста, блок такой-то на вот этом блочном устройстве и запиши туда вот это вот. Эта команда отсылается на вашу хранилку и исполняется, на самом деле, там, а не у вас. Здесь, очевидно, так нельзя. Вам нужно сначала скачать файл. Ну, я уже говорил, объектные хранилище проще всего представить себе как такой дропбокс для программистов. Вам нужно скачать файл, что-то там сделать, после чего положить файл обратно. Существуют специальные дривера, которые позволяют вам видеть тот же дропбокс, как, там, локальную папку на компьютере. Но это никак не меняет их природы. Потому что, на самом деле, все это происходит через HTTP. То есть, во-первых, оно заворачивается в протокол очень высокого уровня, и у вас получается гигантский оверхед. Во-вторых, у вас есть кое-какие ограничения на размеры этих файлов. По формальным ISO стандартам вы не можете ничего больше двух гигабайт заталкивать в HTTP. Это не так, на самом деле, и почти все это умеют, но формально это нарушение стандарта уже давно. В HTTP 2 вроде как это отменят. Но, в любом случае, чтобы затолкать что-то в HTTP, вам, скорее всего, нужно эти данные еще и трансформировать. То есть, в отличие от блочного уровня, где то, что сказали, то и запишется. Здесь очень частый трюк заключается в том, что вам нужно файл представить в виде Multipart Encoded. Это кладет ощутимую нагрузку на процессор. Вам нужно, соответственно, более того, файл начинает весить раза в полтора-два больше из-за этого. Потому что вы фактически транскодируете все в осцы-символы. Ну, естественно, с избыточностью. Но, с другой стороны, это настолько легко и удобно использовать, что сейчас этим очень многие занимаются. Удаленные файловые системы – это как раз то, что вы чаще всего видите на вот этих домашних железках NAS. Вы там ставите галочку «Хочу», чтобы винда видела это как расшаренную папку. И винда видит. Очень удобно. Но здесь проблемы такие, что это системы, в общем-то, локальные для сервера, которые их обрабатывают. Я слышал о том, что на NFS вроде как люди умеют строить кластеры. Но, во-первых, я слышал о кластере из четырех NFS-узлов. Во-вторых, я не очень верю, что это кластер, а не шардинг. Шардинг – это когда у вас все данные лежат, типа, у вас есть просто какая-то нода, которая знает, на какой другой ноде это все лежит, грубо говоря. В общем, здесь нет уверенности. Во-вторых, NFS, во всяком случае, в третьей версии, насчет четвертой не уверен, работал по протоколу UDP. То есть, это отсылка без подтверждения, что иногда порождает смешные фокусы, типа того, что файлы портятся. Цифс даже обсуждать не хочется, потому что это еще известно, как самбо ужасно сильно грузит процессор, на самом деле. То есть, вы большую часть ресурсов не на обработку данных будете тратить, а на то, чтобы эти данные хоть как-то достать. С другой стороны, очень легко использовать. Установили три пакета, заполнили один файл адресами, с которых можно коннектиться или там логином и паролем, и все начинает работать. Что в том, что в том случае. А цифс еще удобнее тем, что он идет прямо вместе с виндой. Вы кликаете «Я хочу расшарить папку для домашней группы», на самом деле в этот момент поднимается цифс-сервер, в котором прописываются правильным образом параметры и всякая такая фигня. Очень актуально для всяких там малых предприятий, где нужно предоставлять доступ на основе логина и пароля в винде. Потому что это склеивается с моделью безопасности винды прозрачно. И, собственно, последнее перечисленное решение, самое прогрессивное в каком-то смысле, это распределенные или параллельные файловые системы. В общем, на самом деле их тьма, то есть их порядка двадцати. Пару-тройку лет назад мы их даже тестировали все. Ну, из тех, что тогда были достаточно известными. Но, на самом деле, большинство из них не стоит особенного внимания, потому что они либо адски сложно настраиваются, либо адски плохо работают. Из тех, кто работает более-менее нормально, самые популярные вот эти четыре. Одна из которых даже не файловая система, а объектное хранилище, поэтому три. Люстра традиционно используется для физического железа. То есть, если у вас есть кластер, который должен считать какую-нибудь HPC-задачу, очень многие любят поднимать в этот момент люстру, потому что она работает через InfiniBand. InfiniBand – это еще одна такая специальная оптика. InfiniBand, помимо того, что позволяет перекидывать данные между узлами, позволяет залезать в память чуть другой машины напрямую. Поэтому получается, что у вас есть кластер с двадцати машин, и каждый узел видит, на самом деле, что делает каждый узел. Но это решение, очевидно, не масштабируется дальше какого-то объема денег, которые вы хотите на это потратить. Потому что там в какой-то момент возникает предел, что вот я домасштабировался до двадцати четырех узлов, а вот теперь мне нужно купить еще коммутатор за два миллиона, и еще кучу всякой фигни, которая стоит гораздо дороже, чем стоит труд программистов, которые могут это решить где-то еще. Соответственно, гластер очень приятен тем, что он абсолютно гомогенный, то есть каждый узел абсолютно неотличим от каждого другого узла. Соответственно, единственное, что вам нужно сделать – это поставить пакет, сказать «за теперь добавь вот этот вот брик». бриком они называют условно-блочное устройство, которое можно схавать под свои цели. И добавься вот в этот вот кластер, указываешь любую ноду – все готово. Проблемы у него возникают в тот момент, когда узлов становится очень много. Хотя вроде как они это сейчас научились решать, но это пока неизведанный момент. Там проблема была долгое время в том, что работал он на связи каждый с каждым. То есть каждый узел коннектился физически к каждому узлу. Там был некий собственный hard-bit протокол, который следил за тем, что никто не умер. И, в общем, условно, когда узлов становится больше тысячи, то поддерживать все эти соединения становится проблематично, просто потому что это очень большая нагрузка на сетевую систему. Но гластер, с другой стороны, безумно крутой тем, как они декомпозировали систему хранения. Помимо того, что это просто распределенная файловая система, которая для всех клиентов видна как одна гигантская, они поддерживают разные режимы работы. Собственно, в этой системе есть специальное понятие, которое называется X-Later. Это, грубо говоря, модули, из которых вы этот свой гластер собираете. То есть в ядро, по сути, входит как раз вот этот hard-bit протокол, то, как связываться с узлами, модель безопасности, которая, ну, она модульная, но она, грубо говоря, в ядре. И есть некоторое количество предустановленных, но можно добавлять новые, X-Later. X-Later говорят о том, как в системе вести себя с данными. В базовом случае их применяют как обозначение стратегии распределения данных. То есть у вас есть три узла, например, и вы их объединили в кластер. Ну, кластер на гластере. И клиент начинает кидать туда файлы. Ну, например, клиент закинул три файла. В базовом случае они поддерживают стратегию как раз как данные бит. Они могут закидывать каждый файл по очереди на каждую из нот. Они умеют при помощи этих X-Later делать реплики, закинутых на каждый узел блоков на другие узлы. Они умеют делать так, что вы закидываете один ISO на этот кластер, и ISO-шник бьется на три равные части, и эти три равные части попадают на три разных узла. И когда вы начнете их читать, скорость доступа к данным у вас увеличится втрое на самом деле. И это мы как раз активно использовали в какой-то момент, там реально почти линейный рост производительности. Они умеют делать аналоги Stripe, Raid, и все это можно еще и комбинировать между собой, хоть все сразу включить, и все будет работать. Но, естественно, тут нужно понимать и знать, для чего вам это. То есть, если вы хотите просто надежным образом данные хранить, скорее всего, Stripe вас погубит. Потому что если вылетит узлов больше, чем число реплик, вы можете потерять гораздо больше, чем просто некоторое количество файлов, которые не среплицировались. Кроме того, гластер умеет отдавать свое содержимое по эсказе, что тоже дико приятно. Потому что вы можете создать единое блочное такое хранилище на условные, там 200 терабайт тех же, и начать отдавать по эсказе так, что у вас будет балансироваться доступ к этим узлам. Это, конечно, дорого, но, с другой стороны, вроде как очень эффективно. Соответственно, CEF хорош тем, что он умеет на самом деле все. Во-первых, он умеет прикидываться объектным хранилищем, у него есть специальный компонент, который принимает KTTP-запросы и превращает это в запросы к файлам. У него есть компонент, который, соответственно, предоставляет точно так же блочное устройство. И, более того, так же как и гластер, CEF умеет монтироваться в локальную систему как POSIX-совместимая система. Так что вы можете как с папочкой работать. Собственно, в большинстве случаев так и используют. В общем, из недостатков можно сказать, что CEF с настройками гораздо сложнее, потому что это не гомогенная среда. Там есть несколько компонентов, которые отвечают за совершенно разные вещи. Их нужно проектировать, строить топологию вашего кластера, особенно если вы на физическом железе это делаете. Понимать, куда что должно попасть, так, чтобы не было никаких затыков. Но это, с одной стороны, хорошо, потому что можно эти узлы добивать, то есть закинуть еще один узел и все. А с другой стороны, очень сложно отслеживать, что именно грохнулось, потому что вам нужно будет проходиться по всем группам этих узлов и смотреть, что случилось, если что-то пошло не так. Ну все, на этом весеннее чтение заканчивается. Спасибо. 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 Спасибо.